Метель, дожди и резкая смена температуры. На все территории России впервые в первые дни зимы аномально переменчивая погода. 20-ти градусные морозы стремительно захватывают все новые регионы. А там, где накануне был глубокий минус, сегодня ноль. И на границе температурных фронтов образуются мощные снежные вихри. Сотни ДТП на занесенных и обледеневших трассах. Из Татарстана, где ситуация близка к критической, Станислав Назаров. По казанским улицам этим днем шли целые демонстрации пешеходов. А на автобусных остановках кондукторам приходилось толкать свои машины, чтобы хоть как-то двигаться по обледеневшим дорогам дальше. Я вот на работу второй раз пытаюсь уехать, машину дома оставил, поймал такси. Движение на перекрестках Казани регулируют инспекторы. Отдельные улицы из-за сильных заносов пришлось перекрыть полностью. Из-за сильного снега центральные магистрали города оказались полностью блокированными. На отдельных участках пробки растягивались до 10 километров. Притом, что многие автомобилисты просто не смогли выехать из своих дворов. Несколько дней в Татарстане были заморозки, а накануне началось резкое потепление. Из-за чего налезью покрылись не только дороги, но и электролинии. В девяти районах республики введен режим чрезвычайной ситуации. После обрушения опор линии электропередач сотни населенных пунктов остались без электричества. 683 населенных пункта по состоянию на 21 вечера. Вчера были без света. Это где-то 284 тысяч населения остались без электрической энергии. Самые серьезные аварии в Чистополе. Чтобы не замерзнуть, семьи собираются вместе. У родственников в домах, где есть печное отопление. На ликвидации последствий работает почти тысяча человек. Это 200 аварийно-восстановительных бригад. И на помощь пришли наши подрядчики строительной организации. По требованию ЕГИБДД в Казани, как и в ряде городов Поволжья, до сих пор остается закрытой для движения больших грузов и маршрутных автобусов федеральная трасса «Волга-М7». По прогнозам синоптиков, снегопады в Поволжье могут продолжиться еще несколько дней. Станислав Назаров, Алексей Ворозакин, Наиль Хазипов, Вести, Казань.